Ну, пропагандистский ящик и россияне это более-менее понятная сцепка, а вот почему, как вы думаете, Владимир Путин уже третий раз подряд становится, по версии американского журнала Forbes, самым влиятельным человеком этой планеты? — Здесь есть вполне конкретное объяснение. Дело в том, что действия президента Российской Федерации сегодня, конечно, выходят просто на два шага вперед из общей шеренги, из общей колонны всех тех государственных политических деятелей, которые на сегодняшний день присутствуют. Почему? Могу объяснить. Потому что за каждым из остальных, оставшихся в живых, будем говорить так, мы не берем ни Каддафи, ни Саддама, никого из тех, кто уже ушел в мир иной, все остальные действуют с определенной оглядкой. Есть мощнейшие оппозиционные партии, есть нерегулируемые парламенты, есть независимые суды и прокуратура, которые не позволяют человеку, находящемуся на высшей должности в государстве, говорить и думать и делать все, что ты хочешь. Российская Федерация устроена немножко по-другому. Президент Российской Федерации еще даже не сказал, а, например, председатель Совета Федерации уже говорит правильно. Он говорит, да я еще ничего не сказал. Все равно правильно. Я вот вам как женщина, я вам как женщина скажу, правильно, Владимир Владимирович. Он говорит, а и это тоже. И это тоже правильно. Вот почему он, политик в сегодняшний день, на сегодняшнюю, так сказать, обозримую перспективу, один из самых ярких и выдающихся. Потому что у него тормозов нет никаких абсолютно. Сдерживающих факторов ни одного. Ну, это хорошо, это плохо. Что делать с этим? Это плохо, потому что исторически все прекрасно понимают, что все, когда зависит от воли одного человека, процент ошибок неизбежен. Ни злой, так сказать, воли, ни сознательного какого-то ухищрения. Процент ошибок объективно, если ты принимаешь решение в большинстве своем сам, он гораздо больше и выше, чем нежели решение, принимаемое при тех объемах различного рода сдержек и противовесов, которые в обычном демократическом или недемократическом мире существуют. Не про Владимира Путина, а про Петербург и про историю с... А разве это не одно и другое? Нет, как мы выяснили. Ну, давайте так, раз уж такая реплика прозвучала. Вот я когда наблюдала реакцию людей, чиновников 31 октября, когда произошла история, трагедия с самолетом, мне казалось, что поскольку это Петербург, и это такая трагедия, что в этот же день Владимир Путин появится на экранах телевизора и найдет какие-то слова, которые... Своим северникам. Да, да. Но этого не произошло. Видимо, Петербург и Путин это все-таки не одно и то же. Опять-таки, если мы говорим о ящике, я уже как-то взялся за этот термин, да, пропагандистский ящик, конечно, этого не усматривает, потому что Путин это отец всего народа. Так же, как знаменитый Иосиф Сталин был отцом всех народов, которые существовали на территории тогдашнего Советского Союза, начиная от Еврейской Автономной Республики и кончая, так сказать, коме СССР. Но внутренне, конечно, президент Российской Федерации все время существует и действует с оглядкой на свой петербургский, так сказать, как бы, бэкграунд, на то, что происходило с ним, на тех людей, которые с ним работали, на тех людей, которые оттуда приехали сюда, на все то, что связано с Петербургом. Пример очень простой. Ну, кто бы в какой другой стране дал бы частному человеку просто на сегодняшний день, там, богатому, небогатому, взять и сказать, слушай, ну, ты хочешь, вот банк, бери, порули, может быть, у тебя получится его, так сказать, речь идет о Когане и о Уралсибе, сегодняшняя информация во всех газетах о том, что частному человеку впервые, вопреки всяким законам и, будем говорить, инструкциям, которые существуют, сказали, ну, давай, вот, иди, спасай там, а мы тебе денег дадим. Чтобы ты спасал хорошо, мы тебе дадим денег. Если это не отзывы петербургского бытия и существования президента России, тогда я не знаю, как это называется по-другому. Хотелось бы, чтобы эти питерские отзывы были несколько другими, но мы имеем то, что имеем. Сейчас опять прервемся на несколько минут, программа «Особое мнение» продолжится. Владимир Семага, Ирина Воробьева, здесь в студии.